СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Муфтий Вятский в нашей студии. Напоминаю, Муфтий Вятский. Зуфар Хазрат, добрый день еще раз. Тогда уже начну со своего приветствия. Действительно, месяц Рамазан, священный месяц, но он священен тем, что в этот месяц был ниспослан Коран. Вот по этому Корану мы и живем, мусульмане, уже на протяжении 14 веков. Священный месяц еще три недели продлится, да? Да, примет Всевышний у всех мусульман, кто держит Рамазан. Интересно, это начало, но у него нет границей. Мы прекращаем в этот месяц пост, когда кончается Рамазан. Но благие дела, которые мы начали в этот месяц, должны продолжаться вечно. Вот это не надо забывать. Например? Например, несложно же, ребята, воздержаться от пищи. Трудно воздержаться от языка, чтобы не сказать плохое. Не обидеть кого-то. Потому язык за двумя замками, зубы и губы. Язык ниже, чем глаза, то, что увидел, не надо кричать. Язык ниже, чем уши, то, что услышал, не надо кричать. Язык ниже, чем мозг, голова, что не понимая, не надо говорить. Вот этому учит ислам. Не только ислам и христианство. Все входит в божественную религию. Этому учит нас просто, скажем, религия. То есть вера. И вот такими мудрыми сегодня высказаниями Зуфар Хазрат предваряет нашу передачу, потому что мы сегодня, наверное, первый раз с тобой поговорим о татарской культуре. И тема у нас называется «Знакомство с татарской культурой». Я думаю, не последний раз Зуфар Хазрат с вашим участием. Мы очень на это надеемся, да, иншаллах. И так как вы практически говорите, пусть не непосредственно фразами из Корана, а фактическими смыслами кораническими, то мы должны сказать, наверное, сразу, что татарская культура очень сильно замешана на исламе, на шариате. И понятно, что с татарскими традициями куда уж девать, так сказать. И, Володя, вот я знаю, что мудрецы еще говорят, что здорово, когда человек владеет двумя языками, двумя культурами. От этого он становится как минимум в два раза богаче. Нравственно, духовно, и что касается знаний. Да, и поэтому ему легко делать добрые дела, потому что у него есть понимание этих людей и тех, и других, да? Тогда я тогда уж начну с притчей. Вот есть такая интересная притча. Две группы художников поспорили, чего искусство лучше, что лучше показывает прекрасное. А что такое искусство – это прекрасное. Что такое культура – это прекрасное. Это культура. Что такое культура? Это обрамление своих мыслей в красивую оболочку. Вот так. Давайте пока так определим, что такое культура. И вот две группы художников поспорили, чье искусство лучше, чья культура лучше. Ну, скажем, хан послушал, завел их в комнату, разделил комнаты за навеской и одним дал все краски мира. Давай, говорю, покажите, нарисуйте свое произведение. Действительно, нарисовали прекрасное произведение. А вторые взяли ржавое железо и очистили его до зеркального блеска. Хан зашел, посмотрел этот рисунок. Действительно, прекрасный был рисунок. А эти хитрые были. Раз – отодвинули за навеску. Этот рисунок отразился на этом зеркале уже. На этом зеркале. И вот хан туда посмотрел, сюда посмотрел, ничего не сказал – ушел. Вот возникает вопрос. Кто победил в споре? Хитрые или талантливые. Да, да, да. Хитрые или талантливые. И чей другие часть культуры. Да. Но здесь вот, знаете, вот Ислам, что об этом говорить, в искусстве нельзя спорить, чье искусство лучше, чье искусство хуже. Какой народ лучше, какой народ хуже. Вот мы говорим, это народ первосортный, американцы сейчас вообще первосортный. А мы уже, наверное, второсортный сейчас стали. Щукча вообще не знаем. Ну что вы такое говорите? Не-не-не, вот представление вот такое. Молимся уже, я тоже сейчас докажу. Молимся уже совсем на другие, совсем на другие культуры. Ценности, вы хотите сказать, да. В искусстве нельзя спорить, чего лучше, чего хуже. Самое главное – увидеть чужую красоту. Вот вам спасибо за то, что вы меня сюда пригласили, увидев красоту татарской культуры. Увидев красоту культуры других народов. Вот это самое главное. Потому что в Коране Аллах, субханаллах, говорит, бисмилляхи рахмани рахим, я вас создал народами и племенами, чтобы вы обогащали друг друга. А не для того, чтобы охотились друг за другом. Воруждовали, выясняли отношения. Да, мы сейчас смотрим на народы, они охотятся друг за другом. Почему вот это высказывание из Корана, которое вы приводите, достаточно редко произносится? Нет, он не редко произносится, он не ложится на сердца. Вот самое страшное, что вот мы слышим, и до мозга не доходит. От языка соскакивает, ухом слышится, но до мозга не доходит. Я же вот сейчас рассказал, вот до мозга уже не доходит, то есть сердце уже не ложится. В искусстве нельзя сказать, что это лучшее, это лучшее. Самое главное – очистить свое сердце. Если она у тебя чистая, если у тебя душа чистая, если ты действительно интеллигент, если ты сохранил свое детство, вот самое главное – людям сохранить свое детство, то чужая красота отразится в твоем сердце, как и чужая боль. Как и чужая боль. Вот ребенок чем отличается от взрослых? Ребенок, он может удивляться. Вот это самое главное, когда человек может удивляться, когда видеть чужую красоту. Вот это прекрасно. Мы иногда… Он как чистый лист. Как чистый лист. У него же не закрыты еще эти каналы-то, да? Да. Зуфар Азарат, извините, но мне-то кажется, что человек, который не знает другую культуру, он для другой культуры фактически, ведь как ребенок, ему надо бы удивляться, удивляться, видя, знакомясь, изучая другую культуру. А некоторые ведь могут принципиально сказать, да что там в этой культуре изучать? А, наверное, просто уже к определенному возрасту он набрался каких-то стереотипов, не знаю. Да. И эти же самые страшные… Отторжения какого-то вот… Самое страшное, что эти стереотипы у нас пропагандируются именно в школах. Вот это то, что мы знаем? Что это варвары, что захватили Россию, что… Это вы про монголы-татар, как говорили? Нет, мы татары, это все… Монголов там и не было, это мы были. Ну, понятно. Мы это не скрываем. Понятно, потому что… Ну, почему мы забываем то, вот, например, возьмите, да, что именно татары построили вот это государство, которое называлось Золотая Орда. Россия – преемница вот этого государства, которое называлось Золотая Орда. Почему мы забываем о том, что Золотое кольцо когда построено? Во время Орды, да. Во время Орды она построила. Почему мы забываем, вот мы говорим, налог платили, налог платили. Вот этот налог был, джизи она называется, был меньше, чем мусульмане платили закат. Закат – одна сороковая часть. А джизи, она меньше, чем даже одна сороковая часть. А сколько? Ну, она, сейчас я не помню, 10% они… Ну, в русской истории десятина была. Да, 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 вот 10%. Зато имели свое государство, имели свои войска, все имели. Вот потому, на историю, история, она для того, чтобы враждовать. История для того, чтобы изучить и не делать ошибки. Вот, наверное, самая большая победа – это рукопожатие. Если вот два… Самый у нас брак один – это дьявол, это шайтан. Вот если мы друг друга рукопожмем, значит, мы победили вот именно не друг друга, а вот этого шайтана, вот этого дьявола. А некоторые жмут руку и в это же время уже задумывают какие-то там козни. А другую руку держат за спиной и там скрестили пальцы. Вот именно, вот культура не это мучает, потому что по природе человек уже рождается в культуре. В него уже заложена какая-то информация. Он понимает, что хорошо, что плохо. Уже с детства понимает, что… Заметьте, ребёнок, если что-то плохое сделает, он обязательно или спрячет, или его даже ещё не ругали, но спрячет, или глаза, или обманывает, или что-то, или что-то. Сразу заметно, он уже чувствует, что он что-то плохое сделал. Вот именно вот это детство нам надо сохранить. Вот ещё я продолжу свою мысль в том, вот возьмите учебники литературы, например, возьмём. В настоящее время в учебниках российской литературы нет ни одного писателя татарского, который изучают. Ну, может, Муса Джалиль одно из тех творений есть. Ну, да, Муса Джалиль, мы как бы со школы ещё помним. А если древних взять, например, Калгали, который написал уже более тысячи лет тому назад, у него есть Хасаисов. А вот скажите, вот есть такой же эпос татарского народа, как типа там, ну, типа слова полку Игоря Венисовна? Есть, А эти эпосы много. Но ребёнок, что такое культура? Мы культуру, что от Бога обогащаем, можно по-разному, обогащаем уже сказками. Вот начинается со сказок. Возьмите татарские сказки. Это прекрасные сказки. Почему-то мы знаем английские сказки, там другие сказки какие-то. А почему их не издают? Издают они, они не пропагандируются ни в школах, нигде. Но в татарской школе они присутствуют? Мы знаем, что в правительстве республики уже нету. Как нету? В Казани татарских школах уже практически нету. Обучение на татарском же нету. Нету. Уже в этом с прошлого года идёт война, чтобы запретить татарский язык в школах. А в чём выгода людей, которые отказываются от изучения ещё одной культуры, от обогащения ещё одной культуры? Я не понимаю, от бескультуре. Вот именно это от бескультуре. Во всех странах изучается несколько языков. Только у нас в России вот это почему-то не пропагандируется. Мы можем изучать английский язык, это, это. И что интересно, исчезновение языков хотят нам доказать, что это научно. То есть большие языки, то есть развитые языки поглощают меньше языки. Вот ассимиляция идёт таким путём, то есть это научный факт, от этого никуда не идём. Мы всегда тогда говорим. Если мы должны ассимилироваться в русском языке, потому что русский народ, он гораздо выше, и культура и это, и это, и это. Ну давайте тогда мы сразу в английский ассимилируемся, потому что если так разобраться, английский сожрёт когда-нибудь русский. Тут вы идеологически как бы немножко нет, нет, неправильно. А может китайский сожрёт все языки, самые многочисленные. Или индийский, две самые многочисленные нации на данном плане. Потому я ещё раз повторяю, потому языки созданы Богом. Аллах, субханаля, в Коране говорит, культура это прежде всего языка. Аллах, субханаля, в Коране говорит, я мог бы создать, мог бы вас создать одним народом. Но я вас создал народами, и это моя благость. Вот это величие. Не мучение, а благость. Благость. И что интересно, вот мы татары всегда в Казани говорим, русские сказали вот так, урожай будет таким. Русские сказали вот так, это будет таким. Потому что русские всегда жили ближе к природе. Они прекрасно знают природу. Татары, они же кочевники изначально. с одного места на другое. Вот я грибы собирать, честно я вам говорю, не умею. Я кроме махармора ничего не знаю. Не нахожу, да. Не нахожу, да. Зато вы в охоте, наверное, впереди. Зато насчет коней с нами не спорьте, ребята. Насчет коней. Да, это уже наш. Скоро будет, иншаллах, Сабантуй. Я вот всех приглашаю кировских, да, на Сабантуй. Куда? В Казань приезжайте. И здесь у нас в южных районах будет Сабантуй. Звоним вам и приезжаем в Казань. Даже не в Казань. Знаете, даже лучшие Сабантуй в настоящее время проходят именно в Кировской области. Настоящие Сабантуй. Действительно, народные Сабантуй, где народ участвует. В Малмужи. Даже в Татарстане нет такого Сабантуй, как в Малмужи и в Полянах. Вот я несколько раз участвовал. Это настоящий народный Сабантуй, где участвует народ. Вот вы посмотрите, особенно в скачках. Мы сначала смотрим, как скачут ипподромские кони. Ипподромские. Обученные специалисты, которыми занимаются. Да, да, которые занимаются. Это интерес. Мы хлопаем, мы все смотрим. Но понимаете, это нас не захватывает. Потому что там не джигит скачет. Джигит на седле не поскачет. Ребята, бабушка поскачет, он без седла, без уздечка может скакать. Это джигит. То есть культура Сабантуя требует, чтобы наездник сидел без седла. Не только без седла. Это обыкновенные вот деревенские ребята на обыкновенных наших лошадках. Пусть они не быстро скачут. Быстро скакать, ребята, это свойство коня, а не свойство джигита. Понятно. Свойство джигита это совсем другое. И перед тем, как пойти на скачки, невеста ему подарит платок. И он этот платок завяжет на голове. И издалека видно, чей жених там первым скачет. Понятно. Что интересно, самый большой подарок подарят последнему коню. Не первому коню. И последний конь будет весь обвешан платками. Весь обвешан. Интересно. И последний конь плачет. Вот, заметьте, последний конь будет плакать. У него слезы текут у последнего коня. Это реально так? Это реально так. Ни один кордон милиции не удержит бабушек, женщин, которые будут одаривать вот этого коня. А почему? А потому что, по нашему поверию, считается, что этот конь ждал своего всадника, который погиб на войне. И все вдовы дарят ему подарок. Это моего мужа он ждал. Это моего мужа конь был. Вот понимаете? То есть это вот идет из истории. Из истории. Вот это культура. Вот это народный конь. Здесь уже слезы появляются. И бабушки. Вот потому у нас была традиция, у нас почти, если кто в войне потерял своего мужа, хотя по исламу можно выходить замуж. Вот вы спрашивали как раз, сплетается ли. Да, да. Мы говорили об этом, да, например. Они замуж не выходили. Они вот всегда ждали, вот, жди меня, я вернусь. Вот прекрасная русская песня. Я вот именно о культуре хочу сказать, о русской культуре. Сегодня, настоящий день, именно русские теряют свою культуру. Вот это, нас очень беспокоит. Я иногда бываю на праздниках, ну, встречаюсь со студентами этим, я им говорю, вот у вас здесь 200 человек сидят, назовите русские праздники. А я буду, вот, один татарский праздник назвать. Я говорю, Сабантуй, масленица. Я говорю, Жиен, масленица. Я говорю, Наврюз, масленица. Я говорю, Харгабт Хаса, масленица. Слушайте, мы свои праздники потеряли, кроме этого, Хэллоуэйм, и кроме этого, Валентинки. Ребята, во что мы превращаемся? У нас же такие большие праздники. А в чем опасность-то вы видите, что вот если для татарской культуры, если русские забывают свою культуру? Если русские превратятся в Ивану и непомнившие родства, то это скажется? Конечно, скажется. Если в серую массу. Самое страшное, когда народ превращается в народ, масть. Он не народ, ему уже нет государства. Вот очень хорошее понятие у татар, понятие государства. Госуданство, в русском языке можно перевести как государь и его ство. Вот у нас даже говорят, государство так решило. Госуданство так решило. Мы понимаем, что это власть решила. Но не государство, ребята, так решило, а власть так решила. Вот именно в татарском понимании государство, вот Азербайджан тоже поймёт, это переводится как даулет. Даулет, это богатство. Переводится как богатство. Буквальное переводится. То есть это моё богатство, это моя культура, это моя литература, это моя история, Это мое все, вот это даулят. То есть за землю не надо воевать, на ней надо работать. Земля не моя, то, что построено на земле, мое. Вот с этого начинается культура. Земля, она не моя, я не собака на сене. Что построил я на земле, вот это мое, вот это я буду защищать. А то стоим пьяный, я за землю родную воевал. За нее не надо воевать, на ней надо работать. На ней надо трудиться, именно даже не работать, а трудиться. Вот эту прекрасную штуку облагораживать. Вот в этом наша культура, вот в этом наша сила. Если мы превратим серую массу, которую не знаем, в свою культуру, в свои традиции. Какие великие русские праздники были? Вот даже картина «Взяти крепости», зимние праздники были, скаморохи были. Давайте у Володи спросим, он у нас вот тут. Многие праздники, они уже связаны с земледелием. Конечно. Начало, собственно, до посева, завершение жатвы, уборка урожай. Это всегда праздники были. Это всегда праздники. Связаны с землей, с природой. Даже, посмотрите, «Голос» концерт смотрим, этот конкурс. Но мы понимаем, что есть такой проект, да? Ну, там же ни одной русской песни, ребята, нет. Наши татары и то выходят на татарскую пою. Ребята, во что превращаемся? Даже, я всегда говорю, даже такую прекрасную русскую песню, Кадышева даже поет, «Напилась я пьяна, не дойду до дома». Слышали, наверное, да? Ну, конечно, слышу. Но песня, знаете, как звучит подлинная? Да. «Не пила я не пьяна». Мы поем «Напилась я пьяна». А песня подлинная? «Не пила я не пьяна». Слушайте, а я не знал. Я тоже. Ну, у меня проблемы, у меня горе, не дойду до дома. «Не пила я не пьяна». «Не пила я не пьяна». Да, а мы поем «Напилась я пьяна». Нет, ну, конечно, интереснее исполнить, что «Напилась я» и пошла. И пошла и поехала. И мы превращаем русский народ. Получается, да, что пропагандируем, что девушка пошла, выпила и… «Не дойдет до дома, весело же жить». Спасибо вам, что вот это вот… Вы понимаете, русский народ, я еще раз прошу русскому народу, не теряйте свою культуру. Вы потеряете, мы потеряем страну. Страну потеряем, татары тоже потеряются. То есть, ребята, в русском я всегда обращаюсь. Мы, аменат, вот у татар есть такое понятие, аменат, то есть доверили. Вот эту страну, Золотую Орду, так скажем, когда мы владели Золотой Ордой, когда создали вот это государство, Инди подчинялась, и пол Европы подчинялись. А сейчас шагренивая кожа все меньше и меньше становится. Сохранить, сохранить, это аменат, это доверие. Если не сохранить, вот это и есть культура. Какая культура? Можно я вопрос задам еще, вертаться на языке? Я напоминаю, что мы говорим с Зуфаром Хазратом, это Муфтевятский, кто еще не понял, почему мы именно с ним говорим о татарской культуре, потому что Зуфар Хазрат, вся его жизнь связана с Казанью. Казань, Кул-Шариф, первый имам, да? Первый имам, вы, Кул-Шариф, замечательный, в этой удивительной мечети. Слушайте, вот если попытаться так сформулировать, основные черты, не знаю, характера, мировоззрения татар, ну вот русские, да, как принято считать. Мы такие, ребята, душа нараспашку, долго запрягаем, быстро едем и так далее, и тому подобное. Вот какие-то, да, простодушные. Азербайджанцы, в моем понимании, люди активные, экспрессивные, предприимчивые, все время что-то, вот движуха какая-то должна создаваться. А вот татары. У татар первая такая, можно сказать, черта, это трудолюбие. Вот это первая черта трудолюбия. Если вы в татар сам приедете, там неспаханных земель нет, ребята. Это правда, да. Там даже кулачка земли неспаханных нет. Дома у них у всех добротные. Вот он обязательно, вот есть еще у татар понятие, такое отчий дом. Они вот это не потеряли. То есть дом, родители, это отчий дом, они не потеряли. Они всегда будут поддерживать свой дом. И как вот это прививается? Два раза, Рад. Это прививается, это вот уже, наверное, генетически. Вот это, наверное, генетически уже, я не знаю, это любовь вот родителей. Потому что очень хочется иногда, чтобы и вот здесь, на Вятской земле, вот это вот тоже, вот как бы вот, вот тоже вот этот родительский дом, вот это чувство земли, вот это трудолюбие, когда вот видишь вот в деревне, там, например, да. Для этого, ребята... Чтобы картина была не такой печальной при переезде, ну, при переходе границ Кировской области в Татарскую республику. Масса историй ведь, да, когда люди едут в Казань просто в гости или просто на экскурсию, и когда они заезжают, собственно, на территорию уже Татарской республики, рты открываются, смотрят на все эти дома, газификация, дома покрашенные, скотина гуляет, потому что там... Потому что, поняв это, как это в татарской культуре, может быть, мы что-то сможем сделать... Вот, понимаете, я вам сейчас скажу, может, я такую крамольную вещь даже скажу сейчас, да, но я вам аккуратно скажу, но я скажу правду. Еду, я на Блаблакар еду, как-то попалась попутчица... Это попутки, в общем, да. Да, да, правдучица попалась, и вот она все разговаривает, что там, критикует всех, и вот было интересно, кто-то ей звонит, она сама из Молдавии, приехала в Татарстан и в Татарстане живет. И какая-то землячка, наверное, звонит откуда-то из Сибири, вот, говорит, здесь плохо, ля-ля-ля, там русская тоже одна женщина, вот, говорит, здесь плохо в Сибири жить, вот это, вот это. А она говорит, давайте приезжайте в Казань, здесь жить хорошо. Вот меня это удивляет. Почему вы там поселились? Почему вы, ну, не захватили, а освоили вот эти земли, если их не освоили? Мы всегда говорим, не захватили, освоили Сибирь. Ермак освоил Сибирь. Но если освоили, освойте его. До конца. Вот в Казани хорошо туда приезжать, как будто Казань, Татарстан безразмерный, резиновый. Вот дело в том, что где мы живем, это отчий дом. Освоить надо. Земля, она прекрасна, где бы ни жили. Я бы даже другой, наверное, глагол использовал. Облагораживать территорию вокруг себя. Облагораживать вокруг себя. Не гадить, извините, облагораживать. Да, на то мы и люди. Вот это воспитание, вот это воспитание, вот это есть культура. Я всегда говорю, вот в Татарстане я говорю. Вот, например, я сейчас у слушателей тоже могу спросить, что дает корова? Мясо, молоко, да? Ну, прежде всего молоко, а потом уже мясо. Ну, как кормилица ее всегда называют. Что дает баран? Баран дает шерсть. И мясо. И мясо. Что дает курица? Яйца и мясо. Да. Например, что дает у Хатарстан? Или что дает в России? Все это вместе взятое дает. Вот сейчас, знаете, что мы такую глупую вещь сказали? Что коров полляшки дает? На, жрите мои полляшки. Он ничего не дает. Мы его доим, режем и кушаем его мясо. Барана стрижем, режем и кушаем. Он сам не дает. И мы не даем. Вот, понимаете? Самое главное, вот, отойти от этого, что это дает, что это дает. Надо самим работать, самим зарабатывать и надеяться на свои руки. И прежде всего на свой ум. Вот вторая черта у Татар. А если ума не хватает? Нет, ума у всех хватает. А, хватает? Образования не хватает. То есть вы хотите сказать, что Всевышний всем поровну дал? Да. Всем поровну дал. И что интересно, вот наша ошибка в том, самая большая ошибка в том, вот сейчас я вам еще одну притчу расскажу. Отец лежит на диване, сынок... И потом на рекламу сходим. Да, да. Отец лежит на диване, сынок приходит и говорит, отец, давай, говорит, погуляем. Отец, давай, поиграем. Отец, давай, сходим за парк. Отец, давай, это сделаем. Он хоккей смотрит, он газеты читает, откуда у него времени. Сын надоел, он взял карту мира, разорвал эту карту мира и бросил на землю, на пол. И говорит, вот когда соберешь вот эту карту мира, тогда и сходим. Не проходит и долго времени, минут пять, десять, не знаю. Сынок приходит, отец говорит, я собрал. Как, говорит, ты мог карту мира собрать? Атлас мира. Как, говорит, ты мог ее собрать? Отец говорит, сзади был человек, я этого человека собрал, а карта мира само собой получилась. Вот наша великая ошибка в том, что мы мир хотим изменить, не изменив себя, не создав себя. Сначала, прежде всего, нужно создать себя, вот именно свою культуру. А для того, чтобы свою культуру создать, надо знать свою историю, надо знать свое прошлое, надо знать свой язык. Вот, например, одну вещь только скажу. Ну, например, вы очень красиво сказали, как связывается ислам с культурой. И действительно так, вот потом Акул-Шариф Еленович тоже скажу. Вот я сам казанский, но рос в деревне. Когда стадо приходит, и бабушка вышла и призывает корову. Говорит, иди, иди сюда. Тастастаст, это или... Как по-татарски корову подозвать? Сыр. Тастаст. Это баран зовут Тастастаст. Я тоже вышел, тоже забыл, бабушка меня отругала. Знаете почему? Потому что у меня в руке хлеба не было. Она держала хлеб, а у меня хлеба не было, я пустыми руками призывал. Бабушка мне говорила, почему животное обманываешь? Обманул, да. Не то, что человек обманываешь, почему животное обманываешь. Вот это воспитание. Посмотрите, вот это вот маленькие детали. Вот эта маленькая деталь, я слушателям, и, конечно, и нам с вами. И вот сколько смысла в этом, да? Вот очень большой смысл в этом. А у нас в настоящее время, если не обманул кого-то, или так не сделал, ты, значит, дурак. Обманул, умный. Вот нет такого, ребята. Вот, например... Так, давайте на рекламу все-таки прервемся, нам пора сделать эту паузу. Зуфар Хазрат Муфтевятский сегодня у нас в студии. Очень такая беседа очень серьезная, так и проникновенная получается. Интересно. Вернемся скоро. СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Азис Алич, мы продолжаем. Ну что, да, друзья мои, сегодня у нас в программе СОЮЗ НЕРУШИМЫ, и наш гость Зуфар Хазрат Галиюль Муфтевятский. Да, мы имя, кстати... Болгожданный. Кстати, мы часто слово используем Хазрат. Давайте напомним Хазрат, это обращение, уважительное. Уважительное обращение, да. Это, в принципе, можно любому уважаемому человеку сказать Хазрат. Хазрат или имам. У нас говорят имам. Имам просто переводится в арабском языке, тот, кто стоит впереди. Когда на вас считают, он просто стоит впереди. Мы ничем друг от друга не отличаемся. Но имам все-таки больше как бы религиозный смысл имеет. Хазрат тоже самое. Хазрат, наверное, в моем понимании... Возвеличивание какое-то. Да, более властном смысле. Поэтому вы сегодня у нас и Хазрат, и имам, и... Муфти. Да, и Муфти, и все вместе. И спасибо, что вы сегодня пришли. И мы надеемся, что мы не последний раз с вами встречаемся. Тем более, что по татарской культуре лично у меня вопросов очень много. Ну и продолжаем наш разговор. Вопросов еще много. У меня они все связаны с какой-то обыденной жизнью. Да. Про татарских девушек хочется спросить. Вот как татары одобряют смешанные браки? Татарская девушка, русский парень, или наоборот, русская девушка. По исламу мы это одобрять не можем. Потому что мы не имеем права девушек отдавать, имеем право брать. Мы эгоисты. Брать. Это по исламу. Но смешанные браки, они есть. От этого никуда не денешься. Но самое главное в смешанных браках уважительное отношение, чтобы было. Вот именно, чтобы знали и тот язык, и этот язык. Потому что никому не секрет, татарский язык – это один из ведвей тюркских языков. В Советском Союзе 24 народа разговаривали на одном языке. Мы друг друга понимали. Вот это именно языковое. Потому что мы знаем по Библии, Бог сначала слово создал. Вот об этом мы знаем. И вот народы создал. Вот одна из крупных народов, скажем, это тюркоязычные народы. Ну, сразу скажем, что примерно 6 миллионов татар живут в России. В России. Да, и есть у нас башкиры, но татары у нас есть как бы казанские, как мы говорим, есть сибирские, есть астраханские, есть крымские, ногайские и так далее. То есть достаточно большое количество людей, говорящих на одном языке. Ну, это алтайская группа языков, которая потом делится на Олгурскую, Шрильдюкскую, Копчакскую. Да, да, родина считается Алтай. Происхождение тюрков. Происхождение тюрков считается Алтай. Из Казани, из Татарстана поехали, даже туда поставили не памятник, а обелиск. Что это наш Алтай. Переводится 6 месяцев, мы это знаем. Если вам интересно, Байкал переводится с татарского языка как Байкуль, Богатое озеро. Иртыш, мужской зуб, Ангара, Ангара, тупой, потому что все реки тюгут в одну сторону, он в другую сторону пошел. А как переводится на татарское, когда осел кричит, что-то типа такого, Ангара. Ангара, да. Да, крик осла. Крик осла, самый нелюбимый у нас крик осла. Самый нелюбимый крик. Зафар Хазрат, такой тоже интересный вопрос. Расскажите о слабостях татар. Вот, ну не знаю, как татарина расположить к себе, например? Вот что нужно сделать? Как посмотреть? Как сказать? Расположить татар очень легко. Что сказать? Добротой. Добротой? Если ты ему... С открытой, собственно, душой идти. С открытой, если придешься, у нас называется вот в Азербайджане, кунак, гость. Если ты придешь к гостям, он все даст. Но если придешь врагом, татары очень воинственные народы. Об этом тоже нельзя забывать. Злопамятные? Нет, не злопамятные. Они быстро отходят, но воинственные. Это никому не секрет. Вот мы прекрасно знаем, даже мамлюки, это тоже тюркий язычный народ был. Вот прекрасно об этом знаем. Которые остановили крестовый поход, которые остановили монголов. Это тоже был Бейбарс. Тоже из наших кипчакских был. Об этом знаем. Даже, если интересно, во время Великой Отечественной войны, в процентном отношении татары дали больше героев Советского Союза, чем остальные народы. Есть в процентном отношении. То есть, по отношению к количеству татар, процент героев в составе татар был больше. Сколько это? Нет, процент татара. Если все народы взять, чем русские, отдали больше героев Советского Союза. У нас 17 человек закрыли с собой амбразуру. Даже Александр Матросов, если вам интересно, настоящее имя, Искандар у него. Он тотально-башкирский. Александр Матросов. Он Искандар. И знамя тоже, восьмой номер знамени был Закиров, его звали. В рестах он повесил. Да, мы знаем, что было несколько групп, которые должны были повесить. Надо еще учитывать то обстоятельство, что в Татарстане войны не было. Наших родителей не убивали. Слава Богу, восстановили. За это воевали. То есть воинственность есть. Но слабая сторона, это не слабая сторона, это нежность. У него есть такое понятие манг. Вот других он может... Как еще раз? Манг. У нас тоже есть песня. Манг-лэджер. Задушевные, можно сказать, песни. Он может заплакать от хорошей песни, от любви к родителям. От красивого какого-то изображения. Изображения. Он очень такой нежный народ. Он не злопамятный народ. А с чем это связано? Тоже ведь какие-то истоки есть. Все равно какие-то корни. Все равно это в крови. Это что-то такое. Это в крови. Вот это ислам... Я же говорю, ислам татары, что еще интересно, добровольно приняли ислам. Ни гранищи, ни с одним исламским государством. Если вам последняя история интересна, последняя у нас был хан Кубрат, когда он... Жили при Черноморских морях, при Азовских морях. Они разделились на несколько групп. У него было пять сыновей. Когда сыновья умерли, разделились на несколько групп. Первая группа поднялась на Кавказ. Это Балкарцы. Вторая группа, хан Аспарух. Это Болгария. Болгария. Потом одна группа дошла до Италии. И еще одна группа поднялась на Волгу. Это Болгария. Волжская Булгария. Вот в этой Волжской Булгарии татары приняли ислам тысяча сто лет тому назад. Ни гранищи, ни с одним исламским государством. Но здесь немножко есть большая ошибка. Мы говорим, что приняли ислам. Когда приехал Ибн Фадлан из Багдада, они не принялись там. Они объявили себя исламским государством вот тысяча сто лет тому назад. А приняли ислам уже во время пророка. Когда Ибн Фадлан приехал тысяча сто лет тому назад, там уже мечети работали, там все работали. И что интересно... Вот я тоже хотел, потому что история говорит, что там чуть ли не в седьмом веке уже... Там сахаба приехали, там трое там остались. Там умер сахаба, это последователь пророка. Там остались. Вот четыре тысячи километров они проделали. путь и туда приехали. Вот. И приняли ислам, не граничивая ни с одним исламским государством. И с тех пор они вот свой быт... Ведут в соответствии с канонами шариата. И прежде всего, если вам интересно, татарский ислам, нельзя их говорить, татарский ислам, азербайджанский ислам или какой-то ислам. Но именно вот татарское направление ислама, так скажем, было именно философским. И было именно философским. Ну, мы знаем, что есть четыре масхаба, да? Масхаба, это мы ханифиты все. Но вот именно они больше уделяли внимание науке. Что было во время пророка? Что было во время сахаба? Ибн Финн. Такую великую культуру создали сахаба. Вот в то время, в отличие от нашего времени, ислам не доказывался, ислам показывался. В настоящее время мы ислам доказываем, что он есть. Он... Хотят исламское государство построить. Исламское государство... Ребята, это уже мы от культуры немножко отходим, но это тоже культура. Исламское государство нельзя построить. В том смысле... Сейчас я вам объясню. Некоторые сейчас уже ушли, особенно мусульман, уже наставили. В том смысле искусственно нельзя его построить. Это естественный процесс. То есть, сначала сажаем зерно, потом оно вырастает, потом колоссия дают. Вот это колоссия и есть государство. А мы зерно еще не посадили, а уже за государство боремся. Вот мы исламское государство боремся. Так невозможно. Это естественный процесс. Не пройдя вот этот весь этап, мы ничего не сделаем. Вот это большая ошибка их не. У нас, к сожалению, время заканчивается. Очень быстро пролетели эти минуты, эти 40 минут. Буквально полминутки в Зухархазе. Вот есть большая культура, литература. Особенно интересны сказки татарскими. Это отдельная уже, конечно, большая история. Хотим слушать песни, мелодии, татарскую гармонь. Не говоря уже о татарской кухне. Хотим, чтобы вы нам рассказали о татарских поэтах. Хотим попробовать тут татарскую кухню. Обязательно. У нас, если вам интересна музыка, у нас пельтатоника. У нас не 7 нот, у нас 5 нот. У азербайджанцев тоже 5 нот. И вот я вам насчет культуры. Что последнее хочу сказать. Вот 5 нот, 7 нот. И создаем такую великую музыку. Такую великую симфонию. Но народов, ребята, тысячи. Какую симфонию можно создать, если мы научимся красиво играть или поставить их в одну ноту, в одну шеренгу, в одну песню. Вот потому еще раз хочу сказать вам спасибо за то, что вы этот вопрос подняли. И это вот первые ноты, то есть скрипичный ключ создания вот этой симфонии. Симфонию народов мира. Спасибо большое. Спасибо, Дарья. Очень вам тронуты сегодня вашими рассказами. Зуфар Хазрат, Муфтевятский. Очень будем надеяться, что в ближайшее время у вас снова получится выбраться к нам. Ну, напоминаю, что по большому счету больше времени в Казани его проводят. Нет, в южных районах. В южных районах тоже, в нашей области. В нашей области, где, собственно, татарское население тоже хорошо представлено. Спасибо. На этом программа наша завершена. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Ассаляму алейкум. Союз нерушимый.